Нынешняя спартакиада в системе здравоохранения первая в этом году и пока самая масштабная. На соревнования приехало порядка 200 работников из всех медицинских учреждений Брестской области. Цель – сделать массовую физкультуру популярной у медиков, а их досуг – содержательным и полезным. В спорте медицина идут бок о бок между собой. И от этого, может, и болезней у медиков становится меньше, потому что они заботятся и о себе, и о других. В программу круглогодичной спартакиады входит 10 видов спорта, среди которых мини-футбол, волейбол и фитнес, лыжные гонки и физкультурный комплекс здоровья. На первом этапе в качестве разминки организаторы предложили участникам настольный теннис, дартс и плавание. Мы в этом году преследуем еще одну цель, чтобы получить в наших рядах звание физкультурник Беларуси. То есть в вопросах сдачи норм. Ну, как когда-то называли ГТО, скажем так. Вот это планируется и на наших последующих спартакиадах, и на республиканской спартакиаде. Соревнования лично командные в настольном теннисе и дартсе без возрастных ограничений. В плавании мужчин и женщин поделили на две категории – до 35 лет и от 35 лет и старше. В каждом из видов развернулась нешуточная борьба. Принести победу своему медицинскому учреждению для его сотрудников – дело чести. Нужно заниматься спортом. Вот мы приезжаем каждый год и занимаемся спортом. Это надо. А что вам дает участие в спартакиаде? Что это дает? Бодрость. И хочется после этого работать. Ну и все. Настроение самое главное. К работе и к спорту. По итогам соревнований среди работников здравоохранения выберут лучших. Они представят Брестскую область в составе команды на республиканской отраслевой спартакиаде, которая пройдет в июле в Бобруйске. Многие члены нашей сборной команды по результатам республиканских соревнований потом попадают в сборную команду отраслевого профсоюза, скажем, от имени Минздрава и от имени Республиканского комитета профсоюза, принимают участие в межотраслевых спартакиадах. Вот это очень важно, мы считаем. Значит, мы делаем, наверное, все достойно и правильно.